Полный вперёд! Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы с вами посмотрим ещё одну практику. Практику экстрасенсорную. Наверняка каждый из вас смотрел битву экстрасенсов и зачастую восторгался, как люди определяют, живой или мёртвый. Подходит человек, смотрит на фотографию, и вдруг он что-то ощущает, либо же ему там мерещится, что из мира мёртвых приходит некий образ, и этот образ говорит ему, да, я умер, или я там живой, и так далее. И каждый из нас зачастую думал, что, ну, как же это, наверное, сложно, вот как узнать, умер человек или нет. Сколько людей сейчас пропадает без вести о них, ничего неизвестного уехал, не выходит на связь, кто-то страдает живой, кто-то страдает мёртвый. Я предлагаю вам каждому самому вот это дело попробовать освоить самому. Я дам сегодня одну технику. На самом деле техник на это дело миллион. И даже вот эта техника, которую я дам сейчас, она может подойти не каждому. То есть в таком случае, если она у вас не работает конкретно, и вы не смогли на неё настроиться, то вы выберете другой какой-то инструмент. Да, ведь техника – это всего лишь инструмент. Не более и не менее. Не надо ничего остального придумывать, что вы там заглядываете в какие-то непонятные миры. Мы не будем заглядывать в непонятные миры, мы не полезем в загробную жизнь, мы будем брать информацию из своего подсознания. Поэтому это безопасно. Но так как у нас внутри нас есть определённый уровень, за гранью подсознания есть общий уровень бессознательного, вот там хранится информация обо всех. И поэтому мы можем знать информацию друг о друге. И это нормально. Это такой человеческий интернет. Вот. Поэтому мы просто попробуем её научиться оттуда брать. Что будем делать? Всё просто. Для этого надо взять фотографию человека, которого вы хотите узнать, он или не он. Либо же, если вы его хорошо знали, то вы тогда можете взять образ. Главное, чтобы у вас получилось вывести образ этого человека. Для этого и нужна фотография, по сути дела. Не она отражает там какие-то энергетические структуры в этой практике. Берёте фотографию. Внимательно смотрите. Можно смотреть в компьютере. Неважно. Смотрите на человека. После этого садитесь. Удобно. Спина прямая. Закрывайте глаза. Делайте глубокий вдох. Выдох. И старайтесь максимально расслабиться. Если вы напряжены, то лучше сделать практику расконцентрации на ощущениях в теле. Ранее я давала. Не будем тратить время. Если вы чувствуете, что вы хорошо углубляетесь, в себя уходите, вы что делаете? Физическим зрением начинаете смотреть в область третьего глаза. И вытягивайте своё внутреннее состояние как минимум в радость. Вам внутри должно быть хорошо, спокойно и радостно. Глазами продолжаем смотреть в область третьего глаза. Если вы достаточно высоко подняли состояние, то у вас появится не темнота на глазах, а зальёт яркий белый свет. Если этого не случилось, то тоже хорошо. Достаточно. Для этих практик не надо глубоких состояний медитативных погружений. После этого вы даёте сами себе команду «Покажи образ этого человека». И выводите картинку этого человека у себя вот так, что вы его видите внутренним зрением. И помещаете его на балкон второго этажа. Причём балкон открытый. Площадка. Площадка на высоте. Вы ставите этот образ туда. Это работа в вашей голове. Вы её проделываете. Вы поставили. И дальше вы даёте команду. Называете человека по имени и говорите «Иди ко мне». И человек в вашем воображении. Мы работаем на воображении в данном случае. Это никакое не видение. Это воображение. Это механизм наш природный в мозге. Он заложен у большинства людей, у которых развито зрение. То есть набрана система образов. Набраны файлы образные. Вы даёте команду и просите начать двигаться этого человека к вам. Вы зовёте его. И если человек поплыл по воздуху, то человек мёртв. Если человек пошёл вниз и пошёл по земле, человек жив. Как правило, это так в подсознании сработает у большинства людей. Но есть люди, у которых будет шиворот на выворот. В таком случае вам надо сделать какое-то время попрактиковаться сделать настройку. То есть откалибровать себя, как у вас индивидуально. Это будет восприниматься в вашем восприятии. Я говорю всегда, мы индивидуальны. У кого-то может быть зеркало. И тогда у вас может случиться, что наоборот, если человек мёртв, он будет идти. А если так, то он будет плыть. Что для этого сделать? Надо взять пару десятков фотографий людей умерших и людей живых. И прогнать, как они двигаются у вас. И если у вас вы чётко замечаете связь, что у вас это работает так, вот этот якорёк вы и будете использовать в жизни. Из тех ошибок, которые допускаются в этой практике. Попытка... Вот вы видите человека на фотографии в такой-то одежде. Попытка вот ровно такого же человека воспроизвести в образе. Наше подсознание иногда очень весело шутит. И зачастую бывает так, что, например, если человек умер, и умер он, например, в какой-то форме, да, например, военной, или там в какой-то одежде, там в короткой юбке была, да, а на фотографии она совсем в другой одежде. И может случиться так, что человек умерший будет выведен именно в том образе, в котором он был в последний момент в жизни. Наше подсознание это выкинет. Не факт, что так будет обязательно, но это может быть, да. То есть на это обращайте внимание. И не пытайтесь командовать своим подсознанием, да. В данном случае мешать ему работать не надо. Мы привыкли командовать в нашей жизни всем подряд, и мы пытаемся продавить, заставить, воспроизвести, сказать, нет, я вот сейчас всё-таки, вот так как только вы начинаете командовать своим подсознанием, оно перестаёт с вами нормально сотрудничать. Во всяком случае, так, как вы хотите, чтобы оно с вами сотрудничало. Для того, чтобы провести аналогию, да, возможно, я скажу сейчас грубо, но вот попытайтесь покомандовать своим организмом в туалете. Там тоже рулит подсознание. У вас это хорошо получится? Так вот, понимаете, господа, наш организм сам знает, как с нами сотрудничать. Наше дело – его попросить об этом. И не пытаться манипулировать, командовать и проявляться так, как мы привыкли проявляться в нашей жизни, в обычной друг с другом. Не все, конечно, но очень часто распространённые явления. Итак, практика рабочая. Практику надо просто оттренировать, закрепить. Это практика. Таких, я говорила, практик очень много. И есть там практики со стихиями, с водой, с фотографиями, с жидкостями, как взаимодействовать с огнём, со свечами. Практик очень много. Я, например, для себя вот эту практику выбрала как наиболее простую и наиболее рабочую, наиболее эффективную. То есть для меня этот инструмент подходит. Есть люди, для которых он мне подходит. Значит, вы такие. Практика мне дарована удивительной женщиной, экстрасенсом, которую я люблю, помню и скорблю о её раннем уходе Татьяной Еритновой. Низкий поклон ей за то, что она знала и давала в открытый доступ просто неимоверное количество хороших инструментов, хороших психотехник. Спасибо. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...